Вынужденную посадку совершили самолеты нескольких авиакомпаний, которые ранним утром летели в Норильск. Пассажирам пяти авиарейсов пришлось ожидать вылета домой в аэропорту Нижневартовска. Воздушная гавань Ханты-Мансийского автономного округа приняла лайнеры, совершавшие рейс из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Люди провели в ожидании вылета около трех часов. По предварительным данным, причиной незапланированной посадки самолета стала непогода в аэропорту Норильска. Другим темам. Несколько человек пострадали, один погиб в результате дорожно-транспортных происшествий на минувших выходных. На Ленинском проспекте водитель иномарки сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали. Травмы получили и участники другого ДТП. В районе ТЭЦ-2 автомобилист не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет. Пострадали двое водителей и пассажир. А вот следующей аварии, произошедшей в субботу на девятом километре автодороги Норильск-Толнах, погиб мужчина. Водитель иномарки Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другой иномаркой. В результате чего водитель Mercedes-Benz скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, женщина, была госпитализирована. Есть основания предполагать, что мужчине, который находился за рулем Mercedes-Benz, стало плохо с сердцем, в результате чего он потерял сознание, ну и, собственно, выехал на полосу встречного движения. Жители Толнаха с тревогой ждут заморозков. С начала топительного сезона прошла целая неделя, а в некоторых домах, на Федоровского 3 и Маслова 10, до сих пор нет тепла. Кроме того, уверяют люди, частично отсутствует и горячая вода. Алла Далматова побывала в проблемных домах, где пообщалась с квартиросъемщиками и представителями управляющей компании. Это еще повезло, что на улице температура положительная, говорит Ангелина Резникова. Но все равно ей и ее соседям до сих пор приходится пользоваться электрообогревателями. Хотя официально отопительный сезон начался 1 сентября. Вроде отопительный сезон уже запущен, у нас ни отопления, ни горячей воды, ничего нет. Из новостей увидели, что начальник, господи, главный энергетик, сказал, что запущено все отопление, что максимум, что какие-то стояки не работают, а во всех домах есть отопление. Тем не менее, есть достоверная информация, что нету два дома Федоровского, три Федоровского, два Маслова, десять. Как сообщили в управляющей компании, подготовка к отопительному сезону в их организации прошла по плану. Горячая вода в квартирах появилась вовремя. Проблема в недогреве. По нормативам при поступлении в краны радиатора она должна составлять примерно 60 градусов. По факту же получается 40-45. В таком положении находятся жители практически всех домов, подключенных к 31-й насосной. А это более 50 адресов. Работы проводят, я так понимаю, в этом районе, меняют трубопровод. Сейчас, на данный момент, согласно полученной телефонограмме, о том, что это неоднократно уже продлеваются работы, на сетях НТЭКа, на прямом трубопроводе, согласно их от насосной станции, проводят работы. Как объяснили в МУПКОС, куда, кстати, не раз обращались жители Толнаха, с 31 августа НТЭК проводит ремонтные работы на линии теплосети. Отсутствие тепла объясняется тем, что с 31 числа НТЭК проводит ремонтные работы на прямой линии теплосети. То есть, 31 насосная станция сейчас находится на рециркуляции. То есть, вода с обратки в обратку в прямую подается. Не хватает температуры, и поэтому отсутствует тепло, только горячая вода. Тепло жителям холодных домов обещают дать 8 сентября в 12 часов дня. В управляющей компании уже готовятся сделать перерасчет за коммунальные услуги. Как и положено по закону. Алла Далматова, Оксана Завгородняя, Андрей Полебезев и Андрей Энфалов. Вести. Норильск. На городских газонах и клумбах высадили несколько тысяч кустарников и десятки килограммов семян многолетних трав. В Большом Норильске прошел осенний субботник по озеленению, в котором приняли участие почти 1300 горожан. В этом году основной акцент в озеленении сделали на улицах периферии Талнахская, Бегичева, Джаникидзе, Завинягина и Павлова. Здесь высажено более 3,5 тысяч кустарников. Завезено 2,5 тысячи кубометров грунта. Просеяно 27 килограммов семян многолетних трав. Не обошли стороной и проезды молодежные Катульского. Большой зеленый субботник провели и в городских районах. Талнахи высадили 1430 кустарников, Каиркани – 350. Сделать город красивее решили и корреспонденты нашей телерадиокомпании. Процесс высадки кустарников несложен. Достаточно вырыть яму диаметром 80 сантиметров, а глубиной примерно 40 сантиметров. Вот что у нас из этого получилось. Надеюсь, что наш кустарник приживется. Нарильчанам станет проще найти работу в России. Жителям Заполярья стала доступна общероссийская база вакансий. Государственный портал работает по тому же принципу, что и большинство коммерческих сайтов по подбору поиску работы. Но отличия все же есть. Главное – это возможность бесплатно пользоваться ресурсом, отсутствие рекламы, тщательная проверка вакансий и работодателей перед размещением объявления. Обновление вакансий происходит ежедневно в автоматическом режиме. К слову, сейчас на портале около 3000 рублей на предприятиях Большого Норильска. Для тех, кто желает трудиться в другой местности, предоставлена интерактивная карта привлекательности регионов. К другим темам. Освоение минерально-сырьевых ресурсов, модернизация Северного морского пути, организация безопасного судоходства в Арктике. О перспективах дальнейшего развития арктического Диксона говорили на международной научно-практической конференции в Дудинке. Напомню, заседание форума прошло в субботу и посвящено оно было 100-летнему юбилею Диксона. О чем еще шла речь на встрече, расскажет моя коллега из столицы Таймыра Марина Пармина. Уникальный, притягательный, некогда успешный, ныне находящийся в упадке. Модератор задает тон международной научно-практической конференции. Диксон вчера, сегодня, завтра. Таймырцев и гостей полуострова первым приветствует глава района. Мы хотели бы сегодня поговорить о том, есть ли будущее у Диксона. Я, как человек Таймыра, живущий здесь, я считаю, что у Диксона есть большое будущее. И будущее не только для Таймыры. Диксон важен для всего нашего государства. И я считаю, что это подпоск нашей страны в акте. Для Красноярского края развитие северных территорий важный и актуальный вопрос. Именно поэтому в феврале этого года на экономическом форуме в скраевой столице подписан указ о создании полярной комиссии под представительством вице-премьера края Юрия Захаринского, который, выступая перед участниками конференции, отметил, что стратегия развития арктического поселка сегодня активно обсуждается на заседаниях комиссии. Призваны дать второе дыхание Диксону добыча углеводородов на территории и активное участие в развитии северного морского пути. Сегодня Минэкономразвития готовит программу социально-экономического развития арктической зоны до 2020 года, в которую должны войти проекты, способствующие реализации госзадач страны в Арктике. В арктической зоне Красноярского края таких проектов планируется достаточно много, и в этой связи при грамотной подготовке в соответствии с нормативными документами и предложениями, они, вероятно, после рассмотрения Министерством экономического развития Российской Федерации могут быть включены в качестве мероприятий и проектов государственной программы. Экосистемный подход должен быть соблюден при развитии экономики Диксона. Это лейтмотив форума. Ведь нам надо оставить потомкам не загубленную, а первозданную природу Заполярья. Справиться с этой задачей поможет комплексное управление береговыми зонами. В основе лежит картирование. Все очаги экологических загрязнений должны быть нанесены на карту. Экономические зоны развития тоже нанесены на карту. Состояние биоразнообразия всех элементов систем, от насекомых до птиц, все должны быть закартированы. Что накладывается друг на друга, выявляются конфликты. Это основной элемент управления. Когда выявляются конфликты пространственные, временные, и предлагается мир их по устранению. В результате приводится минимизация экологического ущерба. С самого основания Диксон научная исследовательская площадка страны. Первыми начали изучать Арктику полярники и метеорологи. 40 лет назад в поселок отправилась первая экспедиция новосибирских ученых, которые пытались обнаружить течение в информационном потоке Земли. А также нашли способы борьбы с повышенным давлением, которое так часто мучает жителей заполярных широт. Во времена перестройки работу пришлось свернуть. Сегодня ученые вышли с предложением восстановить исследовательский центр. Доклады и сообщения ученых вызвали неподдельный интерес у участников конференции. Также в этот день был презентован праздничный конверт, выпущенный в честь 100-летнего юбилея Диксона. После чего таймырцы и гости форума приняли участие в акции «Виват покорителям Арктики». Гордимся! Чтим! Благодарим! Впереди много работы. Предстоит реконструировать морской порт Диксона и аэропорт, очистить берега Енисея и его залива от древесины и металлолома, найти общий язык с ресурсодобывающими компаниями. Такие задачи стоят на пути к успешному развитию Диксона сегодня празднующего 100-летия. Берина Пормина, Олег Гармаш, Вести Таймар. Норильский комбинат «80-летие». Выставка под таким названием открылась в Норильской художественной галерее. Экспозиция подготовлена в честь 80-летия Норильского никеля. Это совместный проект столичного мультимедиа-арт-музея Московского дома фотографии и горно-металлургической компании. Одними из первых оценили мастерство столичных фотографов, руководителей города и комбината. Все подробности в репортаже Екатерины Луцев. Экскурс в прошлое глазами классиков советского фоторепортажа и современных авторов. От Всеволода Тарасевича до Григория Ярошенко и Ивана Михайлова. От кирпичных бараков до зданий культурного наследия. В основу экспозиции легли уникальные альбомы НКВД из государственного архива, снимки из собрания Московского дома фотографии и архивов горно-металлургической компании. Город за полярным кругом оказался для организаторов выставки своеобразным алмазом, который по приезде сюда они смогли огранить до бриллианта. Я встретила здесь фантастических людей, которые мне рассказывали об истории города. Мы договорились меняться и выставками, и материалом. Понимаете, пока мы сидим на материале, и он молчит, и только хранится. Потому что это, конечно, наша обязанность хранить. Но наша обязанность сделать его достоянием людей. В Москве это имело огромный успех. Один из самых северных городов мира представлен в черно-белом и цветном исполнении. И на каждом документальном снимке большая история о жизни людей и становлении норильского никеля в течение 80-летия. Ранее все фотоработы были выставлены в Московском мультимедиа-арт-музее. О наших земляках и их заслугах узнали свыше 40 тысяч россиян. В Норильске массовый просмотр лишь стартовал, однако первые посетители от увиденного остались в восторге. Важность и ценность подобных проектов сложно не оценить. Сюда надо приходить семьями, чтобы показать своим детям. Потому что мы сегодня посмотрели некоторые фотографии и понимаем, что знаем, какой это объект только мы, которые жили в это время. А без прошлого будущего нет. Поэтому мы должны знать свою историю. И все хорошее брать из нее. Можно много говорить. Все-таки, наверное, лучше один раз увидеть. Поэтому я предлагаю всем посмотреть эти фотографии, рассказать своему знакомому, потому что у них наша история. Всех нас без исключения. Кусочек истории и на этой фотографии. В качестве подарка глава города передал ее столичному мультимедиа-арт-музею. Пусть она вам всегда напоминает о замечательной работе с нашими людьми в Норильске. Ну и, собственно говоря, радует, поднимает настроение, которое на нее посмотрит. Спасибо огромное. Увидеть наш город таким, какой он есть, индустриальный, но жизнерадостный и живой, без набивших оскомину штампов, горожане смогут до 4 октября. Екатерина Луцев, Андрей Полебезиев, Вести, Норильск. Знакомство с религией с малых лет. В воскресную православную школу, которая работает в Норильске уже более 20 лет, отныне принимают даже самых маленьких. В этом году сотрудники духовного православного центра решили снизить возрастную планку для воспитанников. Раньше группу дошколят могли посещать дети от 5 лет. Теперь пойти учиться могут даже 4-летние малыши. Как будут построены занятия, узнала Оксана Завгородняя. Здесь все, как в настоящей школе. Класс, доска и педагог. Вот только за партами сидят ученики, которые еще пару лет назад могли бы пройти под этими столами пешком. Кому 5 лет, а кому не исполнилось еще и 4-х. Но несмотря на столь юный возраст, малыши точно знают, зачем пришли в воскресную школу. Я тут хочу рисовать, чтобы быть добрыми. Надо быть добрыми, чтобы. На первом ознакомительном занятии 7 дошколят. Вместе со своими мамами, которые, к слову, находятся тут же, они периодически посещают службы в храме. Но здесь они смогут не только послушать молитву, но и выучить ее. А это, считают родители, крайне важно. Это добро, это твердость духа, вера. Потому что в наше сегодня очень жестокое время. Нужно, чтобы у детей было доброе сердце, вера. Без веры очень тяжело. Каждую субботу в течение часа малыши будут знакомиться с новыми православной культуры. И обязательно, согласно возрасту, через игру. Например, была тема Адама и Ева. Мы на втором получасе закрепляем тем, что мы лепим из пластилина яблоко. Или рисуем райское дерево. Или там аппликацию делаем. То есть ребенок обязательно, у него должны работать три памяти. Слуховая, тактильная, зрительная. Они должны сработать вместе так, чтобы ребенок уже спустя годы это помнил просто на уровне сказки. Вот оно закладывается в душу ребенка, и он это помнит на всю жизнь. Сказка про дуб и сову, которую рассказали детям в первый день занятий, учит добру главному христианскому канону. После ее обсуждения ребята отправились на экскурсию по зданию духовного центра. По пути им удалось встретиться с самим владыкой. Епископ Агафангел благословил ребят и их мам и познакомился с каждым новоиспеченным учеником. Провели малышей в молебный зал. Здесь им показали, где должны находиться прихожане во время службы и куда им вход категорически закрыт. Научили креститься и объяснили, что православный крестик не украшение для одежды, и носить его нужно на теле. После такого обзорного рассказа урок дошколятами был усвоен на отлично. Набор в воскресную школу будет длиться весь год, так что привезти свое чадо на занятия можно в любую субботу. Даром время, обещают сотрудники центра, не пройдет. К тому же, помимо теоретических занятий, ребят ждут и яркие празднества, которых, как известно, в православии немало. Оксана Завгородни и Андрей Полебезьев. Вести Норильск.